Приветствую вас, пока что у меня полное ощущение, что вы пребываете в неопределенности. Вы пребываете в неопределенности, в потерянности и в ориентации на, собственно говоря, мужчину. Вместо того, чтобы быть ориентированным на самой себе. На самой себе. Вот. Это вот пока то, что я вижу, исходя из того, что вы написали. То есть отношения с мужчиной, который старше вас на 14 лет, это всегда про родительские отношения, про отношения с отцом, вот, про подавление в себе своих чувств, желаний, как следствие некомфортное общение, комфортное общение с своими ровесниками, которыми вам не интересно. Вот. То есть это, опять же, вот, подавление, да, своих собственных чувств. Вот. Можно очень много гадать, на самом деле, что у него там происходит, да, то есть, ну, что у него там, то есть правда ли это его жена, бывшая или нет, да, то есть на самом деле очень много гадать. Но по факту заключается, факт заключается в том, что мужчина вам отводит определенную роль в своей жизни, да. Вот. И как бы на постоянной основе человек вас не хочет видеть в своей жизни. Это нужно понимать очень сильно, да, то есть у нас, как бы, по факту, да, у нас есть, ну, у нас по факту есть вот эта вот история о том, что он разведен, разведен по закону. Ну, это тоже факт. Вот. Но вот эти моменты заставляют его сомневаться. И это нормально. Нормально, что эти сомнения есть. Только ориентироваться в этих сомнениях нужно не на него, не на мужчину, а на себя. То есть я сомневаюсь. Я сомневаюсь в тебе. Ну и всё. И я поэтому с тобой в отношениях не буду. Поэтому я с тобой из отношений выхожу. Ну, это всё. А вы пытаетесь, значит, что-то понять, что-то узнать и так далее. То есть заведомо в прыгручную ситуацию себя вставить. Вот вы спрашиваете, значит, мне хочется в это верить или я себя обманываю? Откуда мы можем это знать? Розу. Это из области погадать. Дальше. Может быть она не бывшая настоящая? Так а как она может быть настоящей, если они развелись по закону? Да? Тут опять же вы из области погадать. Вы спрашиваете нас. Понимаете? То есть вопросы поставлены некорректно. Вопросы поставлены некорректно. Вопросы по-другому надо ставить. Почему я выбрал себе мужчину такого, например? Почему я выбрал себе такого мужчину? Вот. Который так ведёт себя, который не до конца свободен, у которого есть какие-то обязательства там перед женой? Вот она приезжает к ним. Почему я выбрал мужчину старше меня на 14 лет? Это 43 ему. 43 года. Как я к нему отношился? К этому мужчине, мужчине. Как я его воспринимаю? Что я чувствую по отношению к нему? Что я чувствую по отношению к себе? Что я делаю для него? Для чего я пишу ему? Чего я ожидаю? Вот. Что я хочу? Вот эти вещи нужно рассматривать. Понимаете? Вот эти вещи нужно рассматривать. Эти вещи нужно смотреть. А не пытаться гадать как и что и кто у него и почему. Ну, что как бы не имеет никакого смысла и не имеет под собой никакой основы, по-саму, все это из области предсказаний. Может быть так, может быть не так. Я лично думаю, что ваш мужчина просто очень нерешительный и жена играет на его чувство вины. Я так думаю. Ну, опять же, ну а что это значит? Что это меняет? Что это меняет, да? По факту это ничего не меняет, потому что вы как были на вторых ролях, да? Вы так и будете на вторых ролях, к сожалению. Потому что человек, он так себя ведет. И вы не делаете ничего для того, чтобы показать ему, чтобы показать ему, что для вас такая история неприемлема. Вот. Потому что вы чересчур сильно в нем нуждают. Вы чересчур сильно от него зависны пока что. Вот. Зависны потому что вот это раскрывается в первой части, вот, ну в первом начале. Встречаем с мужчиной три месяца, он мне очень нравится. Я чувствую, что я ему не безразлично заботиться, мама, в общем, вообще не сильная. Последний испытывал такие чувства в 21 год. Вот. То есть что-то случилось тогда в 21 год. Возможно, что закончилось для вас страдание, по-видимому. Вот. И вы сейчас пытаетесь дополучить то, что не дополучили тогда. Плюс отношения с отцом. Который... Тут вот двоякая история. Сейчас, может быть, вы выбираете себе такого мужчину, каким был ваш отец, напротив, не был. Вот. Ну и плюс, как я уже сказал, ваше подавленное желание и, как следствие, здесь у вас заниженная самооценка и страх одиночества, возможно. Вот. Ну, опять же, это нужно разбирать и выяснять. Вот. Причем, обратите внимание, да, что в первый раз у вас отношения не получились. Вот тогда в 21 год вы не смогли построить, ну, адекватные отношения у вас не получились. Вот. Сейчас ситуация складывается, по сути дела, не лучшим образом. Вы опять не можете построить отношения. Вот. То есть, это складывается ощущение, что у вас есть какой-то запрет, запрет на построение отношений. Возможно, вы, знаете, как в психологии говорят, не произошла отвязка от родителя, да, и вы не готовы именно, именно мужчину воспринимать, именно как мужчину воспринимать своих вот партнеров. Вот. То есть, если это вот действительно так, то вам нужно сначала произвести обвязку от отца, освободиться от отношений с отцом и так далее, и после этого уже устраивать отношения с мужчинами. Еще раз повторю, 14 лет, разница в возрасте, есть большие подозрения, что вы именно с отцом в своих незавершенных отношениях находитесь. Я не говорю, что это обязательно так, но есть большая вероятность. Конечно, есть в этом случае исключение, исключение, есть ситуация, когда люди, ну, действительно обладают достаточно серьезные разницы в возрасте, как-то вот все равно взаимодействуют, все равно строят отношения. Вот. То есть, это необязательно, это необязательно, необязательно всегда. Так. Вот. Но нужно убедиться в этом. Плюс у вас вот такие вот проблемные отношения, что, первое, что второе, плюс вы спрашиваете, как быть, плюс вы говорите, мне хочется в это верить. То есть, вопросы ваши, они вот такие свидетельствующие о том, что вы именно в себе не уверены. И боитесь, что человек вас обманывает. То есть, у вас чрезмерная заинтересованность в мужчине. Такое ощущение, что вы, опять же, себе самой не доверяете. Понимаете, гадайтесь можно сколько угодно. Правда в том, что вы для себя решите, какой мужчина вот сейчас, как вам это видит. Больше к чему вы склоняетесь. Что этот человек вас обманывает, или что это, ну, что это правда, что вот его жена там пишет и так далее. Но ведь даже если пишет жена, даже если пишет жена, значит она, она так хочет с ним отношения. Получается, что если она хочет с ним отношения, значит ваш мужчина не смог до нее донести, что все кончено. А это значит, что отношения у них еще какие-то есть. Вот. Так, понимаете, какая штука. И, наконец, последний важный момент, это то, что мужчина разведен. То есть не то, чтобы развод, это клеймо, безусловно, нет. Но развод нужно, как бы, обсудить. Это такая, знаете, особая история, особая история, когда человеку, ну, человеку нужно, человеку нужно объяснить, почему он расходится. И, чтобы вы убедились в том, что все причины, все причины, из-за которых человек развелся, не будут влиять на вас. Вот. У меня, честно говоря, есть большие сомнения в том, что они на вас не будут влиять, но есть большие сомнения. Вот. И это тоже вам нужно разобрать. И так, ну, нет ощущения, что мужчина вот как-то, да, что он как-то проработал свои, развод, проработал свои отношения, а все отпустил их. Вот. В любом случае, вы правы, у него есть движущина, а не одна вы. И это, по сути, одно дело. Все, конец, если вы действительно не хотите быть любовницей. Вот. Вот так. Ну, еще раз повторю, ориентироваться, ориентироваться вам нужно на себя. Не на мужчину, а на себя ориентироваться. Вот. Стануще. Ну и да, вы находитесь в позиции женства, да, в том смысле, что вы говорите такие слова, как «хочу верить», «как быть», «настоящая она или бывшая». Все это, указывает, все это демонстрирует, то, что вы сами самостоятельно решения принимать не хотите. А это важно. Вот. А решения принимаются из ваших ценностей, из вашей системы ценностей, которая есть у вас. Поскольку такие решения не принимаются, то, соответственно, речь идет о ценностях ваших. То есть, а то, какие у вас ценности, насколько вы этим ценностям позволяете влиять на свое поведение. У кого-то все имя нужно. Вот. Вы в более прыгручном находитесь положении, потому что в отличие от вас, точнее, в отличие от мужчины, у вас нет еще одного партнера. И поэтому нужно себя защищать. Это не гадание, и не выяснение, и не сообщение ему. Это именно позиция. Ваша позиция. Позиция по поводу того, чего я хочу. И вот то, чего вы хотите, ваши желания не могут быть связаны с людьми. Пожалуйста, учтите этот момент. Очень вас, Роза. Прошу, прошу. Вот. У меня такое ощущение, что вы достаточно такой скромный человек. Скромный такой, тихий, спокойный человек. Вот. Но, наверное, за этим скроется стеснительность и подавление своих эмоций, своих желаний. Вот. Которое ни к чему, ну, такое поведение ни к чему хорошему не приводит. Вот. Так что, вам рекомендуются, конечно, работать с психологом, да, и освоение навыков такого более продуктивного общения, скажем так. Вот. Потому что, сейчас, на данный момент, вы явно, вот, не в контакте находитесь со своим эмоциональным, ну, эмоциональным формом. Вот. А значит, и не в гармонии. Вот. Так что, сперва нужно привести в порядок свои чувства, сперва нужно понять свои желания, и уже после этого устраивать отношения с людьми. А ваша ошибка в том, что вы делаете наоборот. То есть, пытаетесь обрести гармонию за счет человека. Причем ярко выраженного, с ярко выраженным психологическим таким окрасом, на мой взгляд. Вот. Потому что, если у вас есть запрет на отношения, если у вас есть запрет на создание семьи, которую я здесь усматриваю, то детские родительские отношения, это то, над чем вам нужно работать. Одну из самых первых, первых очередей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать на них личку, я буду рассказывать, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, ну а я желаю вам всего самого доброго и удачи.